В Курске сегодня начался суд над бандой авторитетного бизнесмена Дмитрия Волобуева. Участники преступного сообщества удержали жителей города в страхе больше пяти лет. Убийство, поджоги автомобилей и незаконный оборот оружия – это далеко не полный список статей, по которым проходят обвиняемые. А вот чего все эти годы они добивались и какую роль в банде мог играть заместитель мэра, выяснил Виталий Кармазин. Высокий, спортивный, сверлящий взглядом. Предполагаемый лидер Курской ОПГ Дмитрий Волобуев и в наручниках чувствует себя уверенно. В камере он словно хозяин. Единственный садится прямо в центре, лицом к судье. Остальные подсудимые, кто за его спиной, кто у стены. Они обвиняются большинство в участии в преступном сообществе и в совершении совместно с участниками этого преступного сообщества ряда преступлений. В частности, Волобуев Дмитрий обвиняется в организации осуществления двух убийств в городе Курске, ряда вымогательств, мошенничеств. Банда Волобуева, как считают следователи, много лет наводила страх на Курске. Ее участники якобы занимались мошенничествами, вымогательствами у бизнесменов, поджогами чужого имущества, у тех, кто осмелился спорить с Волобуевым. Начиная с 2011 года по Курску прокатилась и целая серия убийств криминальных авторитетов. Сначала был застрелен Олег Афанасьев, известный как Шопен. Киллера задержали, позже он написал письмо в правоохранительные органы, что убийство лично заказал Волобуев. Теперь уже бывшая жена предполагаемого лидера ОПГ заявляла журналистам, что Дмитрий Волобуев с киллером никогда не общался. Дима читать любит, историю увлекается, в политике разбирается хорошо. У него два высших образования. Не думаю, что этому голему могут быть интересны подобные темы. Мой муж не был и не является криминальным авторитетом, каким его представляют в городе. Однако начитанный, дважды образованный и разбирающийся в политике Волобуев, по данным следствия, отдавал жестокие приказы. Об этом рассказал еще один киллер, Дмитрий Лифинский. Он получил 15 лет колонии за убийство Вячеслава Ходыревского. Мужчину застрелили, когда он встречал дочь из роддома. Ей выписываться мы готовили праздник. Все подготовили. И вот. Это каким циником нужно быть? При этом в местных СМИ Волобуева не раз называли спортсменом, меценатом и добропорядочным бизнесменом. И никто не задавался вопросом, почему этот человек пережил два покушения. После одного из них был убит Сергей Делюкин, которого в определенных кругах называли Диля. По версии следствия, Волобуев считал, что именно Делюкин был причастен к покушениям. Сегодня мать Делюкина пришла посмотреть на обвиняемых. На них много крови. Они не имеют права в этом обществе жить. Потому что они уже никогда не изменятся. Такие люди не меняются. Но и погибший, по некоторым данным, сам имел вес в криминальном мире. О чем здесь же, в суде, быстро напомнили родственники обвиняемых. А вы рассказывали, как ваши дети били и тофтались, и бизнес забирали у нас. Мой сын никогда. По данным следствия, банда долгое время уходила от ответственности благодаря высокому покровителю, начальнику городского УВД Николаю Зайцеву. Вот он лично раздает указания полицейским на месте убийства Делюкина. Пока банда Волобуева расширяла сферу влияния, карьера полковника тоже шла в гору. Он умудрился стать вице-мэром Курска и был задержан прямо у себя в кабинете, когда его заподозрили в вымогательстве в составе преступной группы. К нам обратился руководитель общества с ограниченной ответственностью, которым был возведен гаражно-строительный кооператив, состоящий из 240 гаражей. Оказывая на руководителя организации психологическое давление и угрожая ему во время встреч применением насилия, требовали от последнего передать лицу, в интересах которой они действовали, право собственности на 20 гаражных боксов. Сегодня Зайцев тоже на скамье подсудимых единственный, кто прячет лицо за красной папкой, стесняясь телекамер. Дело так называемой банды Волобуева только начали рассматривать в суде. И скоро этот процесс точно не кончится. Нужно изучить 105 томов с материалами и допросить 140 свидетелей. И только тогда судья вынесет решение о судьбе предполагаемых участников одной из самых жестоких банк Курска. Виталий Кармазин, Вести, дежурная часть.